В 2018 году в первый класс пойдут более 36 тысяч школьников. И, конечно, почти каждый родитель хочет, чтобы его ребенок учился в престижном учебном заведении. И если за обычными школами закреплены определенные территории, то претендовать на место в гимназиях и лицеях могут маленькие жители всего города. Прием заявлений туда начнется утром 15 декабря. Об особенностях записи в первый класс журналистам рассказала замминистра образования Самарской области Светлана Бакулина. Определенный ажиотаж возникает именно по первым датам, 15 и 19, потому что речь идет о статусных образовательных учреждениях. Число подаваемых заявлений туда достаточно каждый год велико. И стремление попасть тоже в эти учреждения достаточно велико. Подача заявлений проходит в два этапа. В первом участвуют дети, проживающие на территории закрепленной за школы или являющиеся воспитанниками детского сада, филиала гимназии или лицея. Во втором будущие первоклассники вне зависимости от их места проживания. Есть и те, кто пользуется льготами при зачислении. Это дети действующих военнослужащих, это граждане, которые погибли у нас, защищая нашу родину, либо участвующие в контртуристических операциях, а также несколько категорий из правоохранительных органов с учетом специфики тех образовательных организаций, куда они поступают. Полный перечень льготных категорий размещается на сайте каждой школы. Подавать заявление нужно на портале образовательных услуг. Здесь представлен перечень всех необходимых документов и алгоритм действий для поступления ребенка в первый класс. Сервер выдерживает до 30 тысяч обращений в первые секунды. И, как уверяют чиновники, проблем возникнуть не должно. Впрочем, как показала практика, в предыдущие годы информационная система с нагрузкой не справлялась. В обычной школе запись начнется 19 декабря.